Материться, пока ничего не получается. Я просто так бухать бросил, всё бросил. Ещё материться бросить, и можно... Да, согласен, да. В женский, да, в женский. Просто да, ещё брошу материться, вот и буду... Лазарев? Не-не-не. А я, кстати, сначала про другого Лазарева подумал, был другой Лазарев, который этот самый диагностик бухарный делал. Вот, да. А это нет, кто-то... А у того чакра там, да? Так что вот, нет, Сергей Лазарев это очень хороший певец, из русского рога самый лучший. Бартов? Тоже, да. Он из Бартов? Из Бартов, да, тоже хороший, да. Не, Сергей Лазарев отличный просто, песни хорошие все. Ну, лучше Башилачёва, там, Башакёва и Высоцкого, например, да. Ну, что, хорошее, хорошее, хорошее. Ну, да, да. Не, просто, на самом деле, на Евровидении, там, мне кажется, таких людей надо пострадать. Слишком много этому конкурсу деляется серьезным какого-то внимания. А там просто уже давно конкурсов первертов каких-то. Надо туда посылать вот персонажей, там, типа, это... Ну, типа меня, да. Типа меня, не, меня просто там зальгутся, слушают. Меня не пропустят, я английского не знаю. Потому что я ватник, я нельзя туда, да. Вот и все, да. А я там просто всех порву, блядь, и червы, и все будет. Часть-ка на четыре программы, короче. Мне дадут миллиона четыре долларов денег, а я не знаю, куда их девать, они у меня и такие есть. Так что, да. Ладно, никогда не, охуенное Евровидение, вот, это обязательно, да. Это лучший конкурс вообще из музыки, да. Я считаю, туда всех надо наших слать, вот, и чтобы они не возвращались. Чтобы не возвращались. Никогда в жизни, да. Сережа, не возвращайся никогда. И все, да. А песня добрая, песня про казачество, как у меня. Все песни очень добрые сегодня будут. Я, наверное, спою песню, вот, тоже добрую. На меня обиделись очень сильно феминистки за эту песню. Но я уже рассказывал эту историю, я хуй знаю, кто это такие, если честно. Потому что я, непосвоковому человеку, знать таких вещей не положено. Страшные люди. Безусловно, да. Просто однажды, короче, когда мне там это самое, недавно меня тут хотели выяснить, канал Дождь, вот, как бы, ну, серьезно вполне говорю, мне звонили, блядь, на эфир, сейчас фестиваль Башлачева, как бы, и вот скоро будет, там Будусов растеряет, меня дурагату там взяли, вот, тоже, как бы, я буду петь там песни в память о Башлачеве. Вот, и, короче, там это, и там целые дебаты хотели, правильно ли поминать Башлачева, что там будет прилепен, там, например. Я, как бы, сказал, я говорю, ну, вы уже неправильный разговор начали. Зато фамилия правильная. Конечно, конечно, да. А вы, а вы кто вы, покажитесь. Привет, привет, здравствуйте. Вы селись ниже в Новгороде. Ой, это хорошо, привет. На самом деле, да, вот, на самом деле, да, мне очень сильно понравилось то, что вот там меня тоже позвали на эту программу, вот, я им, как бы, сказал, ну, зачем вы меня зовете на программу, я жевать не гремучек, но я целый день как провожу, я, вот, у меня Путин, у него портрет висит, да, я вот в утра встаю, свечку поставлю, где Путин, потом включаю Киселева в телевизоре, а потом выходить по дворе надеваю георгиевскую ленточку. И по-другому просто, я не считаю, что нужен, это человек нормальный, он должен так всегда делать. Я говорю, вот, у меня талоны на интернет, я не понимаю, где ваш канал Дождь показывает. Я знаю канал ОРТ, там, НТВ, вот, там, ну, Комедиклаб смотрю, там, ну, как все нормальные люди, да, где ваш канал-то? В итоге, там, они на третьей минуте разговора, они там бесились, орали, я говорю, блядь, ну, объясните, где ваш канал-то? Я не знаю, а куда в Москву ехать? А да нет, я там на электричке, да. Ну, короче, да, и не взяли меня... А где туалет? Ну, да, типа того, там, а дорого стоит, ну, просто не взяли меня на телеканал Дождь, оно, в принципе, и не надо. Я потом узнал, что там либералы, вот, а я не знаю, как... А у нас, да? Вот, ну, возможно, да, кстати, потому что, вот, интересно, они защищают же права этих самых, да, вот, мне кажется. Да, этих самых, да. Вот, этих самых... Неудобно! Да, этих самых, там, прогрессивных людей, да. Я просто, да, я не пошел на эти рефиры, вот, просто, ну, а что я там буду делать? Я ничего не знаю. Вот, и у меня все песни простые, какие-то копеек находят, там, нужно. Вот, да. Пускай и споет у Дианочка, там, Арбелина, вот, хуяная баба. Я его, ну, как женщина, это идеал просто. Вот, да. А сегодня, да, ну, понимаешь, что я тогда, вот, как Макаревич, там, как женщина, идеал тоже. Ну, это, Макаревич, это солистка, это группа лицей. Макаревич, да, идеал. Макаревич песни хорошие пишет. Мне вот нравится, например, что «Такой осень» — это что-то прекрасная песня. Это я и прогулки по воде. Вот две песни Макаревича, которые я очень сильно люблю. Я просто миломанка, это уже собираю, да. Вот, так. Дальше будет, короче, это самое, песня тоже очень добрая, светлая, из-за которой на меня обиделись феминистки. Вот, песня называется «Терпеть, рожать, работать, умереть». Я там ничего плохого не спел, а просто меня поражает, с какой силой люди обижаются на песни. Мне кажется, на обиженных воду возят, вот, да. А воде, а я спел как есть. И картошку тоже, да. Лучше картошку, то есть они возят, в Белоруссию. А там, мне кажется, то, что да, на песне обижаться — это бессмысленно, поскольку человек, который хочет обидеться, он найдет любой повод для этого. Поэтому, мне кажется, что нужно не обижаться на песни, а обижаться на себя, дебилу, блядь. Вот и все, какая тема. Вот, опять, песня добрая, светлая, я не знаю, на что-то можно обидеться. Вот, ну, может быть, там, на какую-то строчку, например, там, да, или на всю песню. Ну, мало ли что, но зачем на них обижаться, да. Вот, я же не обижаюсь, например, мой слух оскорбляет 90% русскоязычной музыки, которую я слышу. И по радио, там, например, еще где-то. Ну, я же там не пишу заявление, да, куда эти милицию, там, в Центр противодействия. Я же не разобрал, да. Безусловно, да. Мне кажется, нужно просто нас покойничка выйти, и все. От этого же, от того, что ты будешь раздражаться, ничего с этого не уйдет хорошего. Только себе голову ебать, и людям, а зачем? А песня «Добрая, светлая» называется «Докая поражает работать, помирить». Вот, про мою соседку, вот, хорошая женщина была. У нее была кличка «Царство небесное», вот, и она... Вмечательная кличка. Да, шикарная, шикарная. Она была очень добрая женщина. Это уже, это уже, как бы, такая... Это погоняло тоже хорошее, да. В следующий раз, когда она воскреснет, и... Ее просто, ее просто в кабаке армяне задушили с такими руками. Поэтому сейчас по техническим причинам ее невозможно переименовать. Это только города переименовываются, да, или память написано в отдельных дебильных странах, да. В отдельных дебильных странах. Да. А бывает такое, что города переименуют, а Херли, Понту, люди-то одни и те же остаются. Это вот у меня сейчас там ебалайки. А Херли, Понту классная группа, кстати. Какая группа? А Херли, Понту. Отличная группа. Это Арзамаска. А еще Ранетки? Ранетки, шикарная группа. Вот, мне кажется, это лучшее, что вообще есть в Арзамасе. Так, я просто мало кто знает, что все три Вранетки. Все лучшее в Арзамасе, что как бы трое из Тивеева там есть в Арзамасе, а пятеро остальные из Арзамаса. Еще раз, всем доброго. А мне нравится, когда что-то рассказать можно. Потому что, мне кажется, когда ничего человеку не рассказывает, это сложно. У меня нету ни хера, кроме Китая, честное слово. Я помидоры пьеню. Лысая душа. Да, да, да. Как у лакоша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok